Переполненные баки, антисанитария, а на проводе лишь длинные гудки. Сотрудничество республики с компанией Аэросити-2000 плодотворным не назовёшь. Прибытие мусоровозов люди дожидались месяцами, зато платёжки поступали точно в срок. И пока Хакасию засыпала мусором, её жители засыпали жалобами самого рекоператора. Это привело к тому, что правительство республики лишило нерадивого подрядчика статуса по дум территориальным зонам, а взамен учредило нового на средства республиканского бюджета. Все заявки, которые поступали, жалобы на деятельность Аэросити, они проанализированы. Мы попытаемся в своей деятельности это всё учесть, чтобы услуга по вывозу мусора оказывалась более эффективной. Ведётся плотная работа с экопарка, с перевозчиками, техника есть, ведётся формирование диспетчерской службы. Выполнять свои обязательства новый рекоператор «Экопарк» начнёт с 1 октября. До этого вывозить мусор продолжит Аэросити. Так что в октябре жители получат от компании прощальные платёжки. После этого лицевые счета закроются автоматически, но при условии, что у пользователя нет задолженности. С ноября же оплачивать услуги нужно будет «Экопарку». Информацию о том, где и как заключить с ним договор, до населения доведут позднее, обещают специалисты профильного ведомства. В течение одного месяца у нас «Экопарк» будет извещать потребителей через любые возможные средства массовой информации, через сайт, любым способом о необходимости заключения договора. В течение 15 дней потребитель должен рассматривать это предложение, направлять заявку и документы на заключение договора. Если это не будет сделано, то будет читаться, что договор заключен на условиях типового. Таким образом, заключение индивидуального договора – это скорее право, чем обязанность потребителя. Необходимо для тех, кому требуются дополнительные услуги. Например, вывоз растительных отходов, которые в типовые условия не включены. Для остальных же жителей сработает принцип публичной оферты. Так что посещать офис компании им не придётся. Екатерина Камышева, Александр Серлюк, РТС.